С вами Николай Пивненко. В проекте Дата сегодня 20 июня. Всемирный день беженцев отмечают сегодня страны-участники Организации Объединенных Наций. А в России честуют специалистов минно-торпедной службы военно-морского флота. И еще сегодня Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Члены Организации в защиту животных, которые стали инициаторами спецдня, считают, что содержание слонов в зоопарках – причина их преждевременной гибели, так как городские зоопарки не способны создать оптимальные условия для этих животных. В рамках кампании против содержания слонов в зоопарках ежегодно публикуется список 10 худших зоопарков для слонов. У родившихся в 1819 году в этот мир приходит Жак Оффенбах. Французский композитор, основоположник классической опереты. Его называют блестящим музыкальным филитонистом, сатириком Буф-импровизатором. Он придумал шесть опер, ряд романсов и вокальных ансамблей. Но основной жанр его творчества, конечно же, оперета. Среди них выделяется «Орфей в аду», прекрасная Елена, «Парижская жизнь». Всего же за 61 год своей жизни он написал 100 оперет. В 1861-м рождается выдающийся английский биохимик, лауреат Нобелевской премии Фредерик Гоулент Хопкинс. Именно он открыл, к примеру, витамины, стимулирующие рост А и Д, обнаружив их, кстати, в молоке. Проводя опыты, Хопкинс заметил, что лабораторные крысы, скармливаемые искусственным молоком, где есть белки, жиры, углеводы и минеральные вещества, растут гораздо хуже, чем животные, получающие натуральное молоко. Чего-то им явно не хватало, неких дополнительных веществ. Установив их, ученый назвал их просто «витамины». 1932 год. В этот мир приходит Роберт Иванович Рождественский, поэт, лауреат Государственной премии СССР. Популярность была огромной, книги издавались миллионными тиражами. Творческие вечера шли при полных залах. Песни на его стихи, «Притяжение земли», «Товарищ песня», «Мгновение», «Огромное небо», «Песня неуловимых пстителей», «Позвони мне, позвони» пела вся страна. «Человеку надо мало», «После грома тишину», «Голубой клочок тумана», «Жизнь одну» и «Смерть одну». «Утром свежую газету», «С человечеством родство» и всего одну планету, землю. Только и всего. Юрий Висбор, бард, актер и тоже поэт, родился в 1934-м. Коренной москвич, он после института поехал по распределению в далекий поселок в Архангельской области, где преподавал в школе, причем сразу несколько предметов. Потом была армия. Избрав своей профессией журналистику, Висбор в качестве корреспондента радио исколесил всю страну, снимал документальные фильмы, написал несколько пьес, даже сумел сняться в 28 фильмах. Инициатор создания радиостанции «Юность» журнала «Кругозор», автор и исполнитель собственных песен. «Что ж ты стоишь на тропе? Что ж ты не хочешь идти? Нам надо песню запеть, нам нужно меньше грустить. Снизу кричат поезда. Правда, кончается март. Раннее всходит звезда. Где-то. Лавины шумят». 1938 год. День рождения Алексея Германа, режиссера. В 1949 родился Лайонел Ритчи, американский певец и автор песен. Пятикратный лауреат премии Грэмми. Суммарный тираж дисков у этого музыканта превысил уже 70 миллионов копий. Но еще о событиях дня. 1840 год. Самуэль Морзе патентует телеграф. Первый электромагнитный создается российским ученым Павлом Шиллингом за 8 лет до этого. Он же разработал оригинальный код, в котором каждой букве алфавита соответствовала определенная комбинация символов, которая могла проявляться черными и белыми кружками на телеграфном аппарате. Свои электромагнитные телеграфы были представлены в Германии и Великобритании, а в США его запатентовал Морзе. Аппарат Морзе отличался от предшественников тем, что он был электромеханическим. Большой заслугой Морзе является изобретение телеграфного кода, где буквы алфавита представлены комбинацией точек и теря. Код Морзе. 1860 год. 20 июня считается днем основания Владивостока. Владивостокского поста, что стало возможным после отказа Китая от притязаний на земли к востоку от реки Уссури. А спустя два года Владивостокский пост стал именоваться Портом. Для поощрения торговли был введен режим Порта Франка, дававший право беспошлиного ввоза и вывоза товаров. 1937 год. Завершение полета Чкалова, Байдукова, Белякова в США через Северный полюс. Полет продолжался 63 часа 16 минут и за это время было преодолено расстояние 8,5 тысяч километров. Возвращение летчика в Москву вызвало бурное ликование всего советского народа. Это был великий праздник, сопоставимый разве что со встречи Юрия Гагарина после полета в космос. Но до его полета было еще далеко. 1997 год. В подмосковных Люберцах проходит первый в России открытый аукцион по продаже легковых автомобилей иностранного производства, который находится на балансе федеральных органов власти. Так хотели пересадить чиновников на отечественные автомобили. Однако, как мы понимаем, ничего из этого не вышло и по сей день. Ну и самое последнее. 1927 год. В этот мир приходит Вячеслав Котеночкин, режиссер и художник мультипликатор, который прославился после первой же серии «Ну погоди». В 1987 он удостоен звания народного артиста России. В следующем году государственной премии СССР. Он был награжден главной наградой мультипликатора, орденом улыбки от польских детей. Среди работ мастера «Серая шейка», «Аленький цветочек», «Злота антилопа» и многие-многие другие. Но! Ну погоди! Прославили Котеночкина на весь мир и стали делом всей его жизни. Впервые «Волк и Заяц» появились в коротеньком сюжете для детского журнала «Веселая карусель». Однако задумка так понравилась зрителям, что вскоре создатели попросили сделать полноценный 10-минутный мультфильм с теми же героями. Первые три серии «Ну погоди!» были придуманы очень быстро. Ну а потом дело завертелось. «Ну погоди!» живет и сегодня. Но это какое-то уже другое «Ну погоди!». С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова